Как это прекрасно иметь хотя бы горсточку собственной земли. Эти слова принадлежат известному писателю и журналисту Сергею Довлатову. Многие согласятся с ним. Но что же делать, если на этой самой земле нет никаких благ цивилизации? Ни воды, ни света, ни дорог. С этой проблемой сегодня в республике столкнулись больше 7 тысяч многодетных семей, которые получили земли по программе. Из них всего 2,5 тысячи участка имеет сегодня электричество. Газом снабжены всего чуть больше 200 земельных участков, а дороги подведены всего к полутора тысячам. Для того, чтобы обеспечить полностью всю эту территорию необходимой инфраструктурой, республике потребуется больше 7 миллиардов рублей. В прошлом году осенью глава Егор Борисов подписал указ, который регламентировал сроки подведения ко всем инфраструктуре. Это всего 3 года. Как сегодня реализуются поручения главы республики, узнаем в выпуске. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. В чистом поле да наедине с участком отсутствие коммуникации в зонах индивидуального жилищного строительства ставят многодетные семьи перед выбором. Ждать годами подведения инфраструктуры или взять дело в свои руки? Почему долгожданная программа выделения земель семьям обернулась головной болью? Сколько нужны сегодня средств, чтобы решить все эти проблемы, узнаем в нашем материале. Цивилизацию в участке. Как реализуется сегодня положение указа главы республики, регламентирующие сроки подведения инфраструктуры ко всем участкам многодетных семей? Об этом поговорим с заместителем министра архитектуры и строительного комплекса республики Павлом Аргновым. В поселке Ленинске Алданского района впервые за четверть века открыли новый жилой дом. Он построен по программе переселения из аварийного жилья. Счастливыми обладателями квартир стали 52 семьи. Дария Аргунова – мама трех сыновей. С первого взгляда и не поймет, что хрупкая молодая женщина сегодня следит за всеми детьми и частным домом одна. Содержит его в чистоте и порядке. Главные помощники – старшие сыновья. Главе семьи по роду своей деятельности приходится месяцами отсутствовать дома. Но многодетная мама признается, ни за что бы не променяла частный дом даже на большую квартиру со всеми удобствами в центре города. Мы пробовали жить в городе, но все-таки для меня больше подходит более спокойный уклад жизни. В 2012 году, когда родился наш третий сын, мы сразу подали заявку на получение земли. Ее нам одобрили уже через месяц. Сейчас, конечно, мы довольны. Это намного лучше, чем все время скитаться с одной съемной квартиры на другую. Мы не стали дожидаться бесплатного подключения газа, решили провести его пока за свой счет. Но скоро нам обещали компенсировать затраты. Самое главное, как считает наша героиня, это условия, в которых сегодня растут ее дети. Есть место для игр и отдыха, занятия спортом, да и к труду с детства уже приучены. Добираться до школы и обратно тоже несложно. Регулярно ходят школьный автобус. Одно беспокоит. Дороги с наступлением весны превращаются в труднопроходимые топи. И заехать к участку становится практически невозможно. В селе Хатасы по программе многодетным семьям выделили 926 земельных участков. Для того, чтобы всех их обеспечить электричеством, необходимо порядка 127 миллионов рублей. Что же касается вопроса газификации, чтобы подвести газ ко всей этой территории, необходимо почти 64 миллиона рублей. Львиная доля финансирования лежит на республиканском бюджете. Это больше 50 миллионов рублей. 8 с лишним миллионов должны выделить из муниципальных средств. Кроме того, на сегодня здесь отсутствуют дороги. Для того, чтобы обеспечить всю эту территорию дорожной инфраструктурой, необходимо порядка 593 миллионов рублей. И это согласно заявке администрации города на 2017 год, только на обеспечение инфраструктурой села Хатасы. Наш умеющий микрорайон Северный на 17-м километре Намского тракта также требует немалых затрат. После выхода указа главы республики в прошлом году дело наконец взвинулось с мертвой точки. В 2016 году мы получили субсидию порядка 22 миллионов рублей с госбюджета по программе индивидуальное жилищное строительство. Сами софинансировали тоже 21 миллион и подписали договор с Якутской энергой. Это у нас по направлению Намский тракт 17 километров и Маганский тракт 23 земельных участка. Планируется к 2018 году вот эти работы завершить. Отметим, что заявки только в Якутске на получение земли подали больше 7 тысяч многодетных семей. Из них сегодня обеспечены участками 3,5 тысячи. Большая часть до сих пор ждет подведения инфраструктуры. Одной из главных причин, почему на сегодня возникла такая ситуация. Сами жители видят непродуманности федерального закона. Регламентируя обязательства в выдаче земель, изначально не учли особенности северного региона. В сложных условиях мы экстремально живем. Это же не по Волжье, не средняя Россия. При таком небольшом количестве населения должны были какой-то приоритет нам дать республики Саха-Якутия. Но этого не произошло. Поэтому вот эта очень хорошая программа, за которую мы, как говорится, десятилетия боролись, как-то вот тормозиться. Сегодня для того, чтобы обеспечить инфраструктуру всей земельной участки многодетных семей в республике, необходимо больше 7 миллиардов рублей. Да, сумма немаленькая. И какая работа сегодня ведется для того, чтобы удовлетворить всю эту потребность? Так, ну в первую очередь мы определили вообще общую потребность, собрали информацию по всем муниципальным образованиям, на каких земельных участках выделены, в каких землях выделены, сколько участков, какая мощность требуется, и что необходимо еще подключить, какие дороги надо сделать. Общая картина у нас есть по всей республике. На сегодняшний день мы реализацию вот этих направлений ведем в рамках подпрограммы индивидуального жилищного строительства, в рамках которой выделяются средства на инженерное обустройство кварталов новых, выделенных для многодетных семей, и строительство, ну, обустройство автомобильных дорог в этих кварталах. Где наиболее остро стоит вопрос по обеспечению инфраструктурой? Там, где нет возможности на сегодняшний день увеличения мощности электроснабжения, это вот в Амгинском улусе, в Намском улусе очень остро стоит вопрос, в Нюрбе. Мы в этих улусах практически уже выбрали всю мощность, которая имеется, и необходимо принять решение об увеличении мощности высоковольтных электролиний, которые доходят до этих улусов, и самих подстанций внутри этих муниципальных образований, улусов, для того, чтобы можно было дальше подключать новые земельные участки, новые объекты. В прошлом году большой резонанс получила проблема жителей микрорайона Северная, в частности, проблема многодетных семей о том, что на этой территории раздали больше тысячи земельных участков, а оказалось так, что нет ни дорог, ни электричества, ни воды на этих землях. И с тех пор есть ли подвижки в этом вопросе? В прошлом году мы средства выделяли городу Якутску в сумме 22 миллиона рублей. Часть средств была направлена на данный микрорайон. Город Якутск плюс к нашим средствам еще осуществляется финансирование в объеме 50 на 50. И именно в микрорайоне Северной, вот в данном микрорайоне, работы по инженерному устройству были начаты еще с прошлого года. И в конце года они были, наконец-то, в городе Якутск направлены на инженерное устройство. Во многом из-за пристального внимания к этому микрорайону осенью прошлого года глава республики Егор Борисов подписал указ, регламентирующий сроки подведения инфраструктуры к земельным участкам многодетных семей. С тех пор какая работа была проделана в этом направлении? Указ был издан именно своевременно для того, чтобы поставить все точки надеи, когда мы все-таки должны обеспечить выделенные земельные участки инженерной инфраструктуры в какие сроки? И дальше органы местного управления, каким образом выделять земельные участки многодетным семьям? И указом рекомендовано органам местного управления выделять земельные участки именно уже обеспеченными инженерной инфраструктурой, Для того, чтобы многодетные семьи имели возможность сразу же приступить к строительству индивидуальных домов, для того, чтобы решить свои жилищные вопросы. В течение трех лет мы должны обеспечить 5000 земельных участков электроснабжением и обустроить там автодороги, для того, чтобы появилась возможность начать строительство домов. А в будущем также нам необходимо подвести, для того, чтобы полностью обеспечить инженерной инфраструктурой, газ там, где есть возможность подведения газа, сети теплоснабжения, если есть возможность подключить к источку теплоснабжения, летний водопровод, если есть такая необходимость, обеспечить освещение данных регионов, для того, чтобы полностью появилась возможность комфортного проживания. Сроки в принципе реальные. Если мы сейчас уже приступили к реализации, то я думаю, что в течение трех лет мы обеспечим необходимой первоначальной инженерной инфраструктурой выделенной земельной участки. Зефира со своей хозяйкой Еленой готовится к переезду. Они будут жить в этой квартире. Настроение, конечно, праздничное. Квартиры хорошие, светлые, теплые. Николай Павлов станет соседом Елены по лестничной площадке. Он въедет в студию. Квартира просторная и удобная. Хотя без традиционных кухни и комнаты немного необычная. Нормальная, теплая, нормальная квартира. Ну так, примерно посмотрел. Нормальная. Трехэтажка под номером 2А по улице Ленина в поселке Ленинский распахнула двери своим жильцам. Дом был возведен по программе переселения из аварийного жилья и стал первой новостройкой за два с половиной десятка лет. Последний дом был сдан в 1994 году. Мы очень хорошо работали с подрядчиком по вопросам качества жилья. Уверен, что тут никаких нареканий не будет. Тут еще к нам очень хорошо помогала общественность Ленинского, которая также контролировала строительство. На торжественной церемонии открытия ключи от новых квартир получили 52 семьи. Теплые и удобные новоселам очень понравились. Хорошо не там, где нас нет, а там, где есть дом, отметила глава поселка Светлана Гордиенко. В этом доме из 52 квартир всего лишь три трехкомнатные квартиры, остальные однокомнатные большинство. Потому что мы перестеляем сюда все-таки жителей из общежития, а это было однокомнатное. Отметим, что любимая доля финансирования строительства по программе идет из республиканского бюджета. Она составляет 56% всех средств. Участие в фонде реформирования ЖКХ порядка 41%. Остальная сумма ложится на плечи муниципалитетов. Общая потребность с начала ее реализации составляла 30 миллиардов рублей. Из них сегодня освоено уже 22,5 миллиарда. По программе переселения из аварийного жилья в поселке Ленинский запланировано строительство двух домов. Первая новостройка своих жильцов приняла. В ближайшем будущем ключи от новых квартир получат еще несколько десятков ленинцев. Сарглана Захарова, Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Соливин, НВК САХА, Алдан. Напомню, в прошлом году многодетным семьям предложили альтернативу земельным участкам. Так семьи могут получить республиканский материнский капитал в двойном размере, если они решат отказаться от земли до конца этого года. Ну а те, кто все-таки решит дождаться своих земельных участков, могут рассчитывать на все условия для дальнейшего освоения и развития территории. Но здесь стоит другой вопрос. Есть ли на сегодня такие свободные участки? До встречи с Дмитрием Медведевым в прошлом году глава Егор Борисов признал, да, есть проблема и в основном она связана с нехваткой ресурсов. Но работа ведется и за три года все эти участки обеспечат необходимой инфраструктурой. В свою очередь премьер пообещал посодействовать финансированию программы, но в первую очередь он посоветовал всем регионам узнать, в чем же больше всего нуждаются люди. Это был Квадратный метр. До свидания.